Друзья, всем привет! Сегодня у нас 14 число, 14 марта, воскресенье, приехали на авторынок, приехали пораньше, потому что весна, на улице потеплело, люди поехали, машины покупают и, допустим, вчера в субботу приехали, остановиться просто негде было, уехали, аж в самый-самый конец рынка. Вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, что со звуком, потому что я видео смотрю, что с телефона, что с компьютера, у меня все нормально, поменяли микрофон, микрофон сейчас будем снимать, микрофон прикреплен к камере, вот, заказывал маленький-маленький микрофон, пришла вот такая вот штука, просто с огромной ветрозащитой, вот, если получится, покажу вам его. Сегодня у нас будут минивены, возьмем именно минивены, то есть не будем путать микроавтобусы, всякие стэп-вагоны, вокси, нохи, сирены с минивенами, это микроавтобусы, отдельная тема. Минивены у нас идут, это Фрид, Исис, Виш, Хонда Стрим, Хонда Джейд, Тойота Сиента, Фрид, который свежий кузов, Сиента, новый, старый кузов, ну, старый кузов, не знаю, посмотрим, сейчас найдем, не найдем, есть редкие автомобили, это Nissan LaFiesta, Mazda Primaise, вот, посмотрим по времени, как это все будет, может, разобьем на два видео, сделаем там два видео, минут по, минут по 20, вот, всем огромное спасибо за подписку, ребят, поддерживайте нас, подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте, пишите любой комментарий, читаем абсолютно все комментарии, может быть, кому-то не отвечаем, но стараемся ответить всем, напоминаю, занимаемся помощью при покупке автомобиля, поэтому, если вам нужна помощь, звоните, пишите, с радостью вам проверим, проверка автомобиля стоит 2000 рублей, и огромная просьба, не звонить по ночам, вот, постоянно говорю, говорю об этом, сегодня вот за ночь три звонка, с трех до четырех ночи, вот, ну, и потом в СМС, мол, ответьте мне, через час, через час-полтора, вот, в WhatsApp, смотрю переписку, почему вы мне не отвечаете, вот, ладно, идем, попытаемся, взять максимальное количество автомобиля, ну, в общем, посмотрим, посмотрим, что у нас будет по времени, по видео, поехали. Так, ребят, встречает нас Honda Stream, автомобиль передний привод, 2010 года выпуска, объем двигателя 1,8 литра, то есть, потрясающе, реально потрясающий внешний вид, кстати, так, такие автомобили уже не выпускаются, у него хорошая комплектация, туманки, он на литье, на зимней резине, обвес, повторители, ветровики, просто вам пока внешний вид автомобиля, ну, давайте начнем с багажного отделения, RSZ комплектация, в данный момент третий ряд сидений у нас разложен, как видите, багажное отделение, ну, какие-то громоздкие вещи, здесь груз не перевести, тем не менее, сумки с магазина влезут в багажном отделении, есть такой небольшой ящичек, есть подсветка, третий ряд сидений, два человека, значит, ну, так называемый подлокотник, с левой, с правой стороны, есть подстаканники, место, говорю всегда и всем взрослому человеку, здесь ездить можно, но, тем не менее, место, как бы, будет все-таки маловато, как ни крути, плюсом идет то, что второй ряд сидений здесь двигаться, поэтому можно как-то поднастроить, да, и разместиться с комфортом, вряд ли, можно сказать, но, тем не менее, разместиться, разместиться можно будет, так, чтобы попасть на третий ряд сидений, естественно, нужно отодвинуть второй ряд сидений, и, пожалуйста, вот у нас образуется проход, почему говорю, разместиться, да, потому что, кстати, спинка тоже регулируется в нескольких положениях, ну, то есть как-то вот немножко, немножечко вот сюда вот сместили, да, сюда залезли, и на третьем ряду, в принципе, для коленок, коленок останется место, вот, есть у нас подлокотник, с двумя подстаканниками, есть у нас подсветка, есть у нас кармашек, даже два кармашка, дверная карта идет, тканевая вставка, пластик, колонка, ну, и вот тоже такая небольшая полочка, еще одна подсветка у нас есть, вот, и знаете, второй ряд сидений, он, как бы, ну, такой повыше, то есть сидишь над головами, первого ряда, я скажу, я скажу вам, так вот, далее, смотрите, третий ряд сидений, он, он прячется в пол, то есть это, конечно, огромный плюс в автомобиле, нету никакой ступеньки, вот, и, пожалуйста, образуется у нас такое вот, такое вот ровненькое пространство, трансформируется все, в принципе, очень легко, а и спинка третьего ряда сидений, она фиксируется, да, то есть ее нельзя, вот, взять вот так, выгнешься по наш, сюда смотрела, все, все продумано, здесь, скажем так, до мелочей, далее, значит, дверная карта, передние дверные карты, заденет дверку, нет, не заденет, тоже тканевая вставочка и пластик идет, ну, вот, пластик, видите, он такой вот, постирается, почему, не знаю, почему, вот, на хондах, почему-то вот такая фигня, такая вот болячка, значит, дали, кстати, вот материал, только, знаете, прям приятный, есть лифт, регулировка спинки, регулировка спинки, то есть сидеть, в принципе, мне здесь удобно, я вот сел, разместился, скажем так, с первого раза, ну, и довольно, довольно неплохо, есть подлокотник, что немаловажно, с левой стороны у нас два подстаканника, идет тоже такой вот, такого плана бардачок, здесь у нас идет полочка, здесь выход видео, розетка 12 вольт, не путайте, это не пепельница, это просто бардачок, ручник идет ножной, кожаный руль, хорошая комплектация, мультируль, можно подключить телефон, значит, магнитоле неплохая, мультимедиа система стоит, но стрим, знаете, у него, вот если честно, как-то сделано все по старинке, такой вот серенький, но опять же, смотря с чем сравнивать, если с какими джигулями, то это просто космос, это новый автомобиль, с правой стороны у нас идет управление стеклоподъемниками, 4 штуки, центральный замок, складывание зеркала, регулировка зеркал, также имеются лепестки переключения передач, руль идет здесь кожаный, вот сверху бардачка, нет, кстати, вот, ну, пластик, вот здесь такой, знаете, помягче идет, поудачнее, бардачок, что у нас лежит аукционный лист, ну, надо смотреть, надо проверять, вот, далее, значит, по высоте тоже место довольно неплохо, места хватает, где-то у нас ключик был, ключик, далее, автомобиль заводится с ключа, с обычного ключа, на ключе просто открыть, закрыть, мотор 1,8. Так, наверное, засветочка вам будет идти, да, но может что-нибудь и будет видно, здесь все по стандарту, все очень просто, никаких там супер-новородов нет, пробег, трип, а, собственно, где установлен селектор, механическая, я это называю, механическая стрелка бензобака, спидометр на 180, тахометр и температура двигателя, кстати, температура двигателя, я вот не люблю, знаете, когда горят вот эти вот лампочки, потому что не понять там, насколько у тебя прогрелась машина, как и так далее, это хорошо, когда есть бортовой компьютер, когда прям указана температура двигателя, там 50, 60, 70 градусов, 80 градусов, вот, я не знаю, мне нравятся вот эти вот механические, механические стрелки, климат-контроль, регулировка, дуечки, вот, зеркала, вот, не знаю, японцы все-таки, то ли они маленькие, то ли еще что-то, вот, почему вы не делаете зеркала побольше именно заднего вида, я не говорю, что там в него не видно ничего, но это вот, лично такое, знаете, мое, мое мнение, вот, стоимость автомобиля 835 тысяч, 2010 год данного автомобиля, ладно, глушим автомобиль, кстати, есть подогрев дворников, что касается, знаете, там, тактика технических данных, объем там, багажного багажного отделения показал, объем топливного бака, клиренс, ребят, ну, откройте дром, почитайте, прям, вот эти вот, все данные, там ничего сложного в этом нет, следующий минивэн, это хонда фрид, напоминаю, есть фрид, есть фрид спайк, вот стоит фрид, сзади есть окошко, вот стоит спайк, окошка нету, спайки идут 5-места, фриды есть, кстати, они есть тоже 5-местные, вот, сегодня у нас минивэнечки, и так, ну, внешний вид у него такой простенький, да, по сравнению со стримом, и капот у меня, смотрите, как смотрит, у него прям такой большой угол капота, да, склона, ну, допустим, мне здесь не нравится то, что габариты не очень чувствуются, да, к этому привыкаешь, быстро привыкаешь, но, тем не менее, минус есть минус, опять внешний вид автомобиля, блин, пока шел сюда, запыхался, вот, нет такого, что на одной стоянке стояли прям все автомобили, которые нам сегодня нужны, сзади, значит, смотрите, вот, не то, что фишка, да, прикол такой, все приходят к автомобилю, ну, и сразу руку тянут посередине, да, ага, бац, а здесь у нас ручки-то нет, здесь у нас что, здесь у нас просто подсветка, ну, и здесь специально вот такая вот выемка, есть полосочка вот такая, мол, давай, руку вставь сюда, и так, значит, багажное отделение, открывается, три ряда сидений, раз, два, три, четыре, пять, шесть, автомобиль шестиместный, есть, где сзади, где второй ряд сидений, он идет сплошной, задние сидения складываются и крепятся по бокам, по месту, ну, что по месту, все то же самое, в сравнении, допустим, со спайком, здесь нельзя сделать ровный пол, сейчас я сложу сидения, покажу, покажу, как они крепятся, ну, вообще, что можно сделать с салоном, вот таким образом складываются сидения, ну, давайте провернем это со вторым, да, чтобы было понимание, как это все делается, поднимаем, а поднимаем, оп, оп, вот здесь у нас есть вот такой вот, фиксатор, все, ножку убрали, у нас образовалось, хорошее, хорошее, багажное отделение, пожалуйста, кладите, перевозите, ну, соответственно, все это дело, вот таким вот образом у нас распаковывается, фиксаторы, видите, стоят, оп, спиночка, раз, подняли, спинка у нас, тоже она, ну, как бы ее можно зафиксировать, скажем так, в разных положениях, так, ножку вытянули, поставили, спинку подняли, ну, что, давайте, багажное отделение, видите, да, в каком состоянии, но оно побольше, чем в стриме, при разложенном третьем ряде, двери здесь идут распашные, это очень удобно, допустим, актуально, вообще, где-то на парковках, второй ряд сидений, два капитанских ресла, они у нас двигаются, вперед, так, пожалуйста, проход, проход на третий ряд сидений, но, опять же, можно подрегулировать, да, по месту, чтобы, в принципе, всем было почти комфортно ездить, сел, сел, но более-менее нормально, то есть, отодвинулся еще немножко назад, стало, конечно, по комфорту, есть проход на третий ряд, ну, взрослому это не актуально, это детям, да, по приколу, погонять по салону автомобиля, побега, светлый потолок, подсветка, ручки, крючок с левой стороны, кармашек тоже с левой стороны, ручка открывания двери, вот такого здесь плана, здесь идет подстаканник, вот, вы знаете, многие там говорят, да, вот он там рассказывает про подстаканники, не подстаканник, ладно, мы сейчас перейдем на первый ряд сидений, там поговорим об этих подстаканниках, стеклоподъемник, все, ничего особенного, больше здесь нет, значит, здесь коробка передач, вариатор, двигатель полтора литра, если автомобиль идет 4 ВД, то коробка передач, у нас идет автомат, полноценный автомат, многие это любят, хотя, знаете, раньше была просто механика, боился автомат, все боялись автомата, вот, сейчас всем, пожалуйста, подавайте автомат, механика не нужна, на механике ездить сложно, и так далее, то же самое касается и вариаторов, да, то есть, ну, это будущее, ребят, японцы тоже не дураки, по передней части, места нормально, места хватает, есть подлокотник, коленки никуда не упираются, там, плечами тереться не буду, голова в потолок не упирается, что касается подстаканников, да, вот, смотрите, в данном автомобиле, они, я считаю, там, где положено, то есть, едешь, едешь, ты там, чайок-кофейок попиваешь, раз поставил, тебе удобно, ну, шутка, конечно, ну, если надо, можно подогреть, вот, если бы, допустим, здесь не было подстаканника, а он находился в дырной карте, ну, представляете, я вот так еду, это мне вот тянуться оттуда, тянуться, ну, согласитесь, это неудобно, хотя сюда тоже можно засунуть, но никто, то есть, он должен находиться, либо здесь, это, как по мне, да, либо вот где-нибудь здесь, чтобы к нему был доступ, руль идет обычный, пластиковый, обычная магнитола, обычный пластик, обычный климат-контроль, есть автомобили абсолютно без климат-контроля, ну, так они смешно смотрятся, где-то у меня был ключ от автомобиля, ручник, кстати, идет здесь, ножной, так, куда-то ключи потерял, вот он, ключик идет, ключ идет хондовский, обычный, открыть, закрыть, а, ну, есть электродверь, нажали на ключики, дверь поехала, кстати, что касается электродверей, если электродверь одна, то она идет на японских автомобилях с левой стороны, вот так же, вот она, кнопка открывания дверей, потом, сейчас заведем, завели, стеклоподъемник, и с правой стороны, немножко неудобно, расположенная регулировка зеркал, да, и складывание, то есть, они вот прям под коленкой, ну, понятно, то, что на ходу это делать никто не будет, сейчас сделаю потише, на ходу это делать никто не будет, потому что неудобно будешь отвлекаться, ну, хотя, в принципе, я бывает, могу то, что на ходу, вот, подрегулировать, скажем так, себе, какое зеркало, либо правое, либо левое, далее, регулировка руля, на стриме, по-моему, не сказал, да, по вылету нет, руль регулируется только по высоте, снизу у нас идет, вот такой кармашек идет, тоже подстаканник, вот, кстати, вот, в этом месте тоже подстаканник, прям удобный, идет розетка на 12 вольт, есть аукционный лист, не знаю, нужно проверять, окрас по левой стороне, замена капота, замена крыла, вот, машина эрко, пробег 133 тысячи, цена 620 тысяч рублей, ну, в принципе, это нормальная цена до Фрида, ПТСК идет, ПТСК идет электронная, подсветка, солнцезащитные козырьки, кто не знает, они ломаются, ломаются на всех автомобилях, не знаю, на русских ломаются, не ломаются, но это очень удобно, двигатель полтора литра, мне не изменяет память, ой, не помню, 100, по-моему, 18 лошадиных сил идет, кстати, есть версия, есть гибридные версии, гибридов 4 ВД не бывает, ну, собственно, вот он, двигатель, это хороший, надежный двигатель, реально у него, ну, у него прям огромный ресурс, вот, и вот эти автомобили относятся к той категории, которых, ну, в принципе, с маленькими пробегами, не то, что не бывает, да, они, если бывают, то приходят они очень-очень редко, и цена у них будет просто космос, то есть основная масса таких автомобилей, пробеги начинаются где-то от 120 тысяч, итак, это был Honda Freed 6-местный минивэн, объем двигателя полтора литра, 620 тысяч рублей, он стоит. Ребята, если честно, не ожидал, то, что найдем такой автомобиль, вот это тоже относится к минивэнам, это пасса, но это пасса с этой, тоже минивэн, хорошая комплектация, автомобиль 4WD 2010 года, полтора литра вариатора, 7 мест, климат-контроль, литье на 15, зимняя резина, сейчас нам дадут ключик от него, данного автомобиля, и мы узнаем, сколько он стоит. Значит, стоимость автомобиля 685 тысяч рублей, но на дачу он идет 680, поэтому, вот, опять же, знаете, что касается скидок больших, там по 20, по 30, там по 50 тысяч, да нет такого, то есть на хорошую машину, вам скидки большие делать, никто не будет, а сейчас внешний вид, задний, по заду покажу вам. Интересного плана автомобиль, прям действительно интересного. Значит, 3 ряда сидений, салончик, да, надо почистить, спору нет, но видим, автомобиль только пришел. Здесь вот такая ниша, то убирается, домкрат, третий ряд сидений, здесь идет сплошная сидушка, оп, вот таким вот образом, она крепится, видите, подголовнички прячутся сюда, потому что, если у нас будут подголовники вставлены, соответственно, третий ряд у нас просто не сложится. Также вот, ну, прямо специальное место для подголовников, есть подстаканники, багажное отделение, двери распашные, и смотрите, какая широкая дверь. Но, опять же, идет здесь пластик, удобно. Откинули, отъехали, прошли на второй ряд. Очень хорошо, очень хорошо, то, что сидушки, они прям двигаются, ну, я имею в виду ездят, да, то есть можно все-таки подрегулировать как-то себе, ну, давайте сюда, присядем сейчас. В принципе, в принципе, нормально, коленки никуда не упираются. Смотрите, подсветка еще есть. Такая ручка, стеклоподъемник, и вот такие какие-то нестандартные ручки, ручка открывания двери, еще есть и подстаканник, тоже очень-очень удобно. Вот, сели, отрегулировали, либо так, либо так, спинку себе можно отрегулировать. Тоже, знаете, удобно, когда на третьем ряду никто не едет, можно вот так откинуть, развалиться, сюда еще повесить какой-нибудь мониторчик, и все, едут с комфортом. Вот, три ряда сидений, есть аирбэги в стойках, это тоже, тоже, конечно, идет плюс, но, ладно, об этом лучше, лучше не думать, конечно, об этом. Так, вот здесь у нас что? Здесь какой-то кармашек такой еще идет, нестандартный, первый раз такой кармашек вижу. Зачем, интересно, он здесь нужен? вот здесь показано, как трансформируется сидение. Автомобиль идет с климат-контролем. Бесключевой доступ, переднее сидение идут диванчиком, отдали нам ключи, дверная карта, вот смотрите, вот опять подстаканник, да, вот подстаканник здесь идет, вот, ну неудобно, мне, короче, неудобно. Регулировка зеркал, подогрев дворников, складывание зеркал, вот это вот по-нашему, ну серьезно, прям по-нашему, бардачок, руль даже идет кожаный. О, ребят, бензин в автомобиле кончился, походу бензин кончился. Странно, может, давно не заводился. Подлокотничек, вот такого вот плана, можно усадить три человека, но по закону сделать это нельзя, включение, обогрев стекла, знаете, ну, в нестандартном месте расположен варик, есть пульт, есть розетка, что там снизу, снизу просто столик идет, бардачочек, аукционик имеется, машина R-ка, замена капота, замена крыла, окрас по правой, пробег на автомобиле 94 тысячи, да, машина глохнет, автомобили нет бензина, блин, израсходовал последние капли бензина. Вот светочка, такая вот штука, что-то туда можно засунуть. Смотрите, центральная консоль, центральная панель сведена на середину, то есть, ну, когда я буду ехать, в принципе, знаете, не будет такого, то что я там буду коситься куда-то туда. Все четко, ясно, вообще удобно, удобно и доступно. Руль у нас по вылету нет, только по высоте он регулируется. Вот автомобиль хороший, надежный, но мало их на рынке. Я, если честно, не ожидал, то, что вообще встретится такой автомобиль. Вот, аэрбэги в стоечках, климат-контроль, да я уже, по-моему, говорил, ну, пойдем посмотрим еще на двигатель. Вот он, вот он, двигатель. Тоже, смотрите, сколько места, да, под капотом, пространство много. Кстати, смотрите, у автомобиля у нас нет такого понятия, то, что есть ВИН-номер. У нас есть номер кузова, он находится, ну, обычно, либо здесь под капотом, да, там какая-нибудь заглушка выдвигается, есть шильбик, шильбик, он дублирует номер кузова, либо он находится, номер кузова, под водительским сидением. Да, 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 вот он. То есть, есть номер кузова, который выбит, именно на кузове автомобиля. Есть шильдик, шильдик, либо под капотом, либо может быть, с правой стороны, где-нибудь на стойке, да, прилеплен, либо может быть, прилеплен с левой стороны. Сегодня рассмотрим еще данный автомобиль, это Toyota Siento, вот, и все-таки разобьем видео на пару частей, потому что, чтобы не получился выпуск у нас на час. Итак, Siento, свежий кузов, 17-й год, 4 ВД, 4 балла, автомобиль, LED-оптика, выложен на аукционный лист, по аукционнику пробег 87 тысяч, но, опять же, нужно проверять, кузов идет целый. Есть автомобиль, передний привод, есть гибрид, передний привод, есть автомобили, 4 ВД, данная версия, 4 ВД, Siento, значительно изменилась, конечно, по внешнему виду, так же, как изменился Frit, но Frit, наверное, свежий Frit, уже в это видео, сегодняшний, не попадет, обязательно он будет в следующем видео. Вот, туманочки, LED-оптика, повторители, хотел сказать, штатное литье, штатные, просто колпачки, летняя резина, бесключевой доступ, двери идут, сдвижные, ну, знаете, вот, когда-то это плюс, а когда-то это минус, плюсом это что, это где-то паркануться, да, то есть обычно пассажиры задние выходят, там дети, бац, там дверь открыли, все, там дверь вкосана, здесь такого не будет, минус это, конечно, зимой, после моечки, дверки замерзает, и открываться вообще не хотят, блин, ну, просто не хотят, а не открываться. Сейчас ждем ключики от автомобиля, потому что автомобиль пока у нас закрыт, ценовой диапазон таких автомобилей от, ну, 800, наверное, с копейкой, ну, понятно, то, что 4 ВД, он будет стоить по дороге, тоже, ну, более-менее нормально автомобиль, там гибрид какой-нибудь, но опять же, ребят, видите, многое зависит всего от пробега, от комплектации, будет стоить, ну, 850, наверное, все-таки 900 тысяч, вот, так, давайте по передней части, пройдемся сейчас, осторожно, дверная карта, пластик, ткань, подстаканник, сиденье, ну, нравится материал такой, лифт, сиденье, 4 ВД, поэтому здесь, видите, у нас такая перегородочка, нестандартный подлокотник, именно нестандартный идет, все на крутилочках, климат-контроля нету, панелька сведена, прямо перед нами, тоже спидометр, пробег 87, время, бак, бензина нет, тахометр, подогрев дворника, включение ТРК, одна электродверь идет, у автомобиля, далее, значит, ребят, руль у нас регулируется, просто, по высоте, дверка у нас здесь, отключается, стеклоподъемнички, регулировка зеркал, тоже такая вот небольшая ниша, мультимедиа, ну, ну, мультимедиа система, ну и руль такой вот, знаете, я сначала подумал, как это пластмасса, вот это вообще вот не знаю, что это такое идет, ладно, попросили, нет, надолго не заводить автомобиль, потому что, бензина нет в автомобиле, вот бардачок, вот такого плана, с оранжевой вставкой идет, есть нижний бардачок, что там ничего интересного нету, вариатор, вот, что здесь еще, ну, в принципе, в принципе-то все, мне нравится, как у них, салон, трансформируется, в плане, у данных автомобилей, третий ряд сидений, он прячется под второй, сейчас покажу, вот здесь, ну, короче, два места здесь, можно так сказать, сидушечка у нас тоже ездит, регулируется, спинка откидывается, вот, в принципе, тут уже все, скажем так, сделано за нас, да, смотрите, сидушка спряталась, уехала, то есть, многие даже могут не догадаться, за то, что здесь три ряда сидений, таким вот образом, но, чтобы, скажем так, произвести эту манипуляцию, нам нужно затронуть с вами, второй ряд сидений, есть подсветка, динкрат, так, я уже тут сам не помню, как это делается, по-моему, просто, оп, точно, раз, раз, все, сидушка у нас откинулась, фиксаторы, потянули, давайте складывать уже не буду туда, да, я думаю, смысл понятен, смысл понятен, как это все делается, тоже это очень-очень удобно, раз, раз, место много здесь, вот здесь, что касается места, тут, да, тут вопросов у меня нет, единственное сейчас, не отрегулировано, вот, отрегулировал, вообще клево, мне прям, прям нравится, вообще, в принципе, автомобиль нравится и внешне, вот, и по надежности, ну, хотя, наверное, Фрид, Фрид новенький, он как-то будет, знаете, по-симпатичнее он будет, тоже, два человека, прям смело сюда влезут, головами, обо что не бьюсь, вот это не знаю, что такое, что это просто для красоты сделано, или для чего, ну вот честно, честно не знаю, вот, так, ребят, ну что, на сегодня, наверное, будем заканчивать, не знаю, насколько там видео получилось, завтра, после, сегодня воскресенье, мы постараемся, завтра, после завтра, сделать еще один выпуск, да, про минивенов, у нас осталось их, не так много, вот, всем огромное спасибо, кто вообще поддерживает нас, кто смотрит наши видео, кто подписывается, кто комментирует, вот, поэтому, на сегодня все, всем пока!